Добрый день! Еду по проспекту Раймбек-Батыра с запада на восток, со стороны базара Алт-Норда в сторону Талгара. Проспект Раймбек-Батыра считается одним из крупных проспектов по городу Алматы. Раньше проспект назывался Ташкентская. Здесь вдоль проспекта очень много новых домов построили на выезде из города в западном направлении. Относительно недавно здесь сделали ремонт дорог. Сейчас у нас четыре полосы движения в одну сторону. Также здесь есть вот такие разворотные подковы или полукольца. Если вдруг вам нужно развернуться в обратную сторону. Хазыр мен Раймбек-Батыр, Дангал мен кележатырмын. Здесь тоже вот есть разворотная. Такой разворотный мост. А теперь вот появилась автобусная полоса. Многим она не нравится. Оказывается так. Также теперь при въезде в город со стороны Алт-Норды можно уйти на проспект Алатау выше в город. Здесь еще есть улица Ашимова. Тоже можно уйти наверх в сторону проспекта Абая. Также на въезде в город будет соединена улица Карьерная с Раймбек-Батыр. И можно будет тоже подняться вверх города. Так, здесь вот есть еще одна разворотная подкова. С правой стороны новые ЖК. Сегодня воскресенье, пробок мало. Тем более 3 часа дня. Здесь вот сейчас 3 полосы движения. И еще есть четвертая, она для автобусов. Оказывается, есть проект по пробивке улицы Раймбек-Батыра до восточно-объездной дороги. Это получается пробивка будет на восточной стороне Раймбек-Батыра. То есть пробивка будет на восток. Так, а вот и пробка. За последние годы здесь тоже вот с левой стороны очень много ЖК появилось. Так, здесь вот нормально мы так встали. Так, оказывается, здесь сужение идет дороги. До этого было 4 полосы, потом стало 3 полосы и автобусная полоса. А сейчас вообще 2 полосы и автобусная полоса. А дальше здесь вообще присоединяется еще и разворотная вот эта подкова. И оттуда машины тоже едут, тоже соединяются сюда, то есть вливаются. И потом еще откуда-то выезд есть, видимо. Приблизительно где-то, наверное, 5 полос пытаются уместиться в 3 полосы. Среди которой одна еще и автобусная. Неудивительно, что здесь пробка. Вот здесь раньше был магазин Арзан, гипермаркет. Сейчас вот, видимо, смол. Движемся, но очень медленно. И причем здесь, кажется, ближайший светофор находится... Так, ну далеко довольно-таки находится. Кажется, на пересечении Сутигембатыра находится. Но в основном здесь обычно пробка бывает до пересечения с улицы Бауржан-Мамушала. Там тоже развязку сделали относительно недавно. Ну сейчас посмотрим. Здесь вот есть выезд на улицу Ясавуи. По ней сейчас тоже можно выехать в сторону проспекта Абая. Есть новое соединение. Вот здесь вот развязка на пересечении с улицы Бауржан-Мамушала. И вроде как уже пробки особой-то и нету. Зато есть пробка на выезде из города. Здесь вот тоже с правой стороны новая ЖК. Удивительно, конечно, что здесь вдоль такой загруженной улицы строят столько ЖК новых. Наверное, хотят, знаю, еще сильнее загрузить. Здесь вот развязка на улице с Сайна. Здесь вот верт Пресеча. А тут находится пешеходный мост Ой, извиняюсь Светофор пешеходный Дальше уже едем в две полосы В одну сторону Также есть автобусная полоса Вдоль улицы здесь везде висят камеры Фиксируют скорость И другие нарушения Пересечение с улицей Витягимбатыра Кстати, где-то прочитал, что Витягимбатыра тоже могут Может быть в будущем будут пробивать И хотят до улицы Раскулова Здесь вот есть даже разворотные места Так, теперь едем в три полосы Плюс автобусная полоса Получается, местами улица у нас идет в четыре полосы То две полосы, то в три полосы То в три полосы Здесь вот пересечение с улицы Ямцова На Ямцова недавно открыли новую развязку Новый мост На канале уже есть видео Здесь вот две полосы На левый поворот И две полосы прямо Плюс автобусная полоса Ауэзовский район Так, следующий у нас светофор Это у нас Немировича-Данченко И улица Тлиндиева Там получается верхняя часть Тлиндиева А нижняя часть Немировича-Данченко Тоже есть дополнительный светофор на поворот А знаки здесь говорят, что вся улица это Тлиндиева То есть налево Тлиндиева и направо Тлиндиева Карта говорит по-другому По-другому marc Продолжение следует... Следующее пересечение будет с улицы Розбакива. Там большая развязка. Также по пути, конечно, есть маленькие улицы, но они все без светофоров. Вот здесь вот выезд на Розбакива. Очень большая пробка. Я думаю, это, наверное, из-за того, что здесь на углу есть базар. Вон там вот оптомаркет Сабржан. А Раймбек Батырова уходит под мост. Раймбек Батырова уходит под мост. вот здесь вот нехорошие люди пытаются повернуть со второго ряда а так вот первый ряд с левой стороны полностью идет на разворот иногда здесь бывает пробка из того что со второго ряда хотят повернуть вот тут видите вон что творится вроде стоят камера не знаю еще работают фиксирует непонятно так подъезжаю на пересечении с улица вызова пока что пробивку еще не закончили а улица будет выходить где-то вот здесь примерно канал дауса ауэзов кучеса туралы видеобар халай он рамбек батармен хосат натурала на канале про улицу а вы за тоже есть видео здесь вот пересечение с улицы казакова никаких табличек нету это чисто уже по карте нужно смотреть здесь поворота с рамбек батара нет только вот светофор для выезда с той улицы вот с казакова вот тут справа находится мавзолей рамбек батара следующие пересечения байзаков кучесе здесь вот частенько бывают пробки так едем дальше там будет у нас развязка с улицы буки ханова вот тут под мост можно уйти будет здесь вот слева что-то такое строит крупная он и так и Полежаев, куча смен. Улица Полежаева. Дальше будет развязка на пересечении с проспектом Сейфулина. Через проспект Сейфулина проложили мост. Но это уже давно, не знаю в каких годах. Следующее пересечение с улицы Наурзба-Батыра. Пересечение с улицы Наурзба-Батыра. Пересечение с улицы Облайхана. Пересечение с проспектом Назарбаева. Здесь тоже строят новые ЖК, вон там с левой стороны. Здесь вот район Саяхата. Раймбек-Батыр уходит под мост. Здесь под мостом тоже есть небольшая развязка. Налево это выезд на улицу Суэнбайя. А мы уходим прямо. Жан Гельдин. Улица Жан Гельдина. Уже можно сказать конец проспекта Раймбек-Батыра. Здесь вот налево уходят две полосы на улицу Жетсуйская. А Раймбек-Батыра едет дальше по одной полосе прямо. Дальше уже дорога сужается. Раймбек-Батыра едет. Это вот начало проспекта Раймбек-Батыра. Дорога здесь одна полоса в одну сторону. Наверное в этой части уже и планируют делать расширение. Здесь вот есть мост. И здесь уже начинается другая улица. Это Шах-Шах Жан Гельдин. Я так думаю так будет продолжаться дальше уже проспект Раймбек-Батыра в будущем. Сделают расширение наверное на две улицы в одну сторону. Проспект Раймбек-Батыра будет идти по улице Оренбургская. Получается на данный момент здесь уже есть дорога. Просто она немного узкая. И так скажем двухполосая. А может быть в будущем сделают ее четырехполосой. Проспект Раймбек-Батыра. И вот выезд на Восточную Объездную Дорогу. Это уже вот улица Оренбургская. Здесь вот слева какая-то парковая зона проехали. Справа видимо школа. У Оренбург у Чисы. Примерно вот по такому плану хотят удлинить проспект Раймбек-Батыра. А вот и Восточная Объездная Автомобильная Дорога. В интернете пишут, что в дальнейшем Раймбек-Батыра станет длиннее на 2,4 километра. Данные работы и по расширению, и по присоединению улиц хотят закончить к 2025 году. А на этом все. Сезгер Ахмет с Хауболанус. До свидания и до скорой встречи. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова